Отношение персонала к сайту. Один из первых ваших шагов как руководителя должен быть таким. Собрание коллектива, где будет оглашена новость, что теперь все процессы внутри, тем более снаружи организации, будут связаны и касаться так или иначе нового подразделения в составе вашей компании – корпоративного сайта. Это касается всех – от уборщицы и приемщика до бухгалтера и маркетолога. Отныне вся работа с клиентами основывается только на контенте, материалах собственного интернет-ресурса. Что это значит? Теперь, разговаривая с клиентом, любой сотрудник должен использовать в работе только медиаматериалы на сайте. Никаких каталогов, буклетов, флайеров и справочников. Вся печатная продукция используются только для рекламирования материалов на сайте. Любой живой контакт с потенциальным клиентом начинается со знакомления с сайтом и заканчивается вручением визитки с адресом и напоминанием о сайте. Кстати, маленькое отступление о маркетологе. У большинства небольших организаций вообще отсутствует такая должность. И зря. Из-за отсутствия такой штатной единицы, вы систематически выкладываете деньги за бесполезную рекламу первому попавшемуся рекламщику, который смог вас уболтать и убедить в волшебном эффекте нового рекламного носителя. И это только одно из упущений. Маркетолог в штате – это связующее звено между организацией и внешним маркетинговым миром. Кстати, опытный маркетолог может быть очень неплохим советчиком по вопросу создания нового сайта. Но маркетологи имеют свой минус. Не все. Они очень часто прикормлены рекламными агентствами и получают свои проценты от агентств, продвигая ваши рекламные компании. Заметьте, мы уже говорим о новом сайте, а до сих пор еще не упомянули ни дизайнера, ни веб-мастера. И это оправдано. Потому что на данном этапе они нам совершенно не нужны. Пока мы разрабатываем концепцию нашего сайта, нам не нужны строители сайта. Нам нужны опытные продажники и маркетологи. Лучше, если с опытом интернет-продаж. Не вздумайте к этому вопросу привлекать системного администратора или знакомого компьютерщика. Если, конечно, не хотите наступать на грабли второй раз. Поймите, я не хочу, чтобы вы думали, что без уважения отношусь к этим людям. Ну, к людям этих профессий. Просто профиль их работы нереально далек от продаж. А продажи – это именно то, что нам нужно на данный момент от советников. Конечно, может быть такой вариант, что ваш компьютерщик оказался и опытным интернет-продажником. Но обычно это только разговоры для поднятия собственного статуса. Найдите лучшего исполнителя со стороны, узнайте его подноготную, изучите портфолио и приготовьтесь заплатить деньги. По крайней мере, с него можно будет потом спрашивать и требовать. Ваш же подчиненный, компьютерщик или администратор, зная все ваши пробелы в знаниях, обязательно облегчит себе работу и втюхает вам не самый лучший сайт. Потому что его целью будет одна мысль – подколымить. Есть и другая причина не доверять советникам из своего окружения. Опытный, именно опытный интернет-продажник не станет работать по найму в небольшой или средней компании. Этот факт примите к сведению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова